Я приветствую всех, кто меня смотрит. Уже посетив и в меру изучив Палмелу, Ситубол и Сесимбру, мы наконец посещаем природный парк Арабиду, который простирается через территории этих трех муниципалитетов. Обойти пешком эту территорию не получится, конечно, это тысячи гектаров как-никак, поэтому мы едем по этой горной дороге посередине между морем и горами. По дороге мы останавливаемся на небольших смотровых площадках, откуда открываются восхитительные виды на побережье и где останавливается почти каждая проезжающая машина, чтобы сделать замечательные фотографии. Отсюда открываются сногсшибательные виды. Это то, что мы можем увидеть. А основное богатство и красота этого места не видна так вот сразу, с первого взгляда. Ведь уникальность этой территории в том, что здесь убежище и место взросления многих видов птиц и рыб. На скалах есть пещеры, в которых обитают многочисленные сообщества летучих мышей, в том числе исчезающие виды, которые здесь размножаются и впадают в спячку. Также это единственное место в Европе, где обитает орел Банели. Да и вообще, это важный регион с геологической точки зрения для лучшего понимания основных этапов истории Земли. Это как натуральный учебник для человечества. Ведь здесь есть образцы организмов и культур, которые уже не встретишь в других уголках Земли. Это место было облюбовано людьми с незапамятных времен. И до сих пор уже современные люди занимаются здесь сельским хозяйством, животноводством, пчеловодством, рыболовством. А также производят вино и сыр, конечно же. С 1976 года это место оккультурили и приспособили еще и для туризма. Ведь из 17 тысяч гектаров парка 5 тысяч приходится на морскую поверхность, которая охватывает территории Палмелоси, Симбра и Ситубола, как я сказала в начале. И сейчас здесь простираются бескрайние песчаные пляжи. Вот такие, например, многолюдные пляжи с огромными парковками, на которых все равно не хватает мест. И машины стоят в очереди, чтобы припарковаться. А сейчас вдали мы видим полуостров Троя, который тоже весь один сплошной пляж, с богатой туристической инфраструктурой и с кристально чистой водой. Идеальное место для любителей спокойного и уединенного отдыха в тешенебельных условиях. Просто португальские Мальдивы. Ну, только вода холоднее. Португалия, конечно, вся славится красивыми пляжами. Более 300 из них удостоились голубого флага. Это международная награда за высокие стандарты и безопасность купания. И мы сегодня отправимся на один из таких пляжей. Это пляж Портиньо. Многие его считают лучшим пляжем в окрестностях Лиссабона. Белый песок, чистая вода, вокруг скалы и замечательный ресторан прямо на пляже. Несколько лет назад мы здесь были и в то время можно было подъехать к нему на машине. Но в этот раз путь машинам оказался закрыт. Разрешено заезжать только проживающим там. И довольно большое расстояние теперь приходится проходить пешком. Правда, туда-сюда курсируют тук-туки. Вот только что проехал один. Так что за 2 евро можно проехать этот путь, особенно актуально для обратного пути, так как в гору подниматься придется по жаре. Сложно. По дороге зато любуемся прекрасными видами. Вообще Портиньо-де-Арабида это совсем маленькая деревушка, расположенная на побережье Сейра-де-Арабида между Сетуболом и Сесимброй. Но зато на ее территории находится один из красивейших пляжей центральной Португалии. Также там есть домик и для отдыхающих, небольшая пристань, несколько прекрасных ресторанов и даже океанографический музей, расположенный в форте 17 века. Вот как раз мы его видим. Здесь в аквариумах можно посмотреть на редких обитателей этих мест, не спускаясь под воду. Ведь Арабида имеет огромное международное значение в отношении морских экосистем. Здесь зарегистрировано более тысячи морских жителей, некоторые из которых на грани исчезновения. Что касается палеонтологии, то на территории этого огромного парка есть несколько значимых для науки окаменелостей, например, следы динозавров. Мы уже прошлись по их следам. Ссылочка вверху экрана. Еще в здешних горах произрастает множество ароматических видов растений. Розмарин, лаванда, тимьян и жимолоть. Также живут красивые португальские бабочки. Белые Бранко, желтые Мадругада. Но отдыхающих привлекает, конечно, не это, а живописные пляжи этого огромного парка. И этот пляж Портиньо-Дарабида небольшой, но живописный. И за счет своего расположения вода здесь спокойная и значительно теплее, чем на других пляжах. Мы добрались сюда поздновато. Уже темнеет, и люди разъехались. Но все равно приятно провести здесь часик-другой. Так хорошо, тихо и умиротворенно здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Вечером здесь прогуляться даже приятнее, чем днем в жару. Красиво, свежо и безлюдно. Идеальное место для спокойного и уединенного отдыха, кому надоела городская суета или многолюдные пляжи. Здесь можно соединиться с природой, гуляя по бесконечным горным тропам этого огромного парка или по берегу. Кого здесь бывает в избытке, так это дайверов и любителей подводной ловли. Это очень подходящее место для этих занятий. Туристы на этот пляж приезжают редко, а вот местные с удовольствием заселяются вот в такие вот домики и тогда им разрешено заезжать на машинах сюда. И они с комфортом отдыхают в этом спокойном месте, а вечерами сидят вот в таких вот ресторанчиках с недорогой, но вкусной кухней из свежих морепродуктов. Особенность местонахождения Арабиты в том, что эта местность на самом краю Европы. Это край, предел, граница со своими особенными климатическими условиями и ландшафтной индивидуальностью. Как будто это место создано для того, чтобы здесь неспешно текло время, сохраняя в благоприятных условиях все разнообразие растительного, животного и морского мира. И очень хорошо, что Португалия много делает для сохранения этого необыкновенного места. Ну а мы не будем пользоваться тук-туком и пойдем в гору пешком. Жары сейчас нет и для здоровья это очень полезно. А как идти не уставая в гору? Конечно же, бодро и весело. А желательно даже бегом. И я прощаюсь с вами. Всем здоровья и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова